Всем привет! Мы находимся на вокзале в Гуанчжоу. Мы собираемся сегодня, уже через час получается, ехать до Шаньжэня. А оттуда, на метро, мы хотим доехать до Гонконга. Что интересного будет в этой поездке, то то, что мы поедем на скоростном поезде. Знаете, вот эти вот пули, которые летают, ну такие обтекаемые, белые, красивые поезда. Да, вот мы на нем сегодня поедем. Очень интересно, я с детства мечтал на таких прокатиться. Китайцы повсюду. Вокзал. Времени у нас нет, у нас через... Вот получается наш вагончик. Вообще, такие красавцы просто летают. Как самолет, да? Скажите прям. Очень, да, комфортно. Здесь стоят вот такие штучки, опа, открывать, кофеечек ставить. Интересно, нам будешь что-нибудь приносить? Напитки. В саду мы вряд ли что приносим. Да, что, нет, мы денег заплатили-то. Мама не горюй, 600 рублей целых. Вай-вай-вай, тут даже розетки есть. Мы уже с вами катались на самых дешевых поездах. А теперь это один из самых дорогих поездов. Бизнес-класс стоит 200 юаней. А наш стоит 74, второй класс. Если еще первый класс, он стоит 99 юаней. Все, мы поехали. Я думал, какие-то будут специальные рельсы. Нет, те же самые. Я думал, там будет одна такая монорельса, какая-нибудь жесткая. И по ней он там летает. Вау, набирает-набирает скорость. Ух ты. Вау. Приехали в Шенчжень. Это было очень быстро. Просто полчаса. Там что-то 150 километров. Их-ху, пролетели. Илюха, хочешь в Гонконг? Да, уже хочется, да? Особенно хочется, когда осталось несколько дней до конца визы в Китае. И если нас не пускают, это куча-куча проблем. Последняя наша станция метро в Китае. Сейчас мы идем на границу с Гонконгом. Очень волнуюсь, чтобы все прошло хорошо, чтобы меня впустили. Если меня не впускают, начинаются проблемы от этого, неприятности всякие. И далее, Гонконг написано. Прям из Китая на метро до Гонконга можно уехать. Прикольно. Гонконг? Гонконг. Гонконг, да? О! О, да! Мы сюда в Китае! Китае, хорошо? Хорошо. Да, спасибо. Китае, хорошо. Китае, хорошо. Да. Что, ребята, можете нас поздравить. Мы в Гонконг не попали. Я вообще, я такой злой, что я просто не хочу даже разговаривать на камеру. Я просто жесть какой злой. Начали спрашивать, причем меня первого, где ты живешь. Причем я вроде все четко отвечал, я даже понимал английскую речь. Она уходит, приходит через минут 15-20 и говорит, вам въезд запрещен. Мы спрашиваем, почему? В следующий раз подготовьтесь лучше, не соответствуйте требованиям въезда в страну. Каким требованиям? Что не так? У нас нет денег, мы не знаем языка или что. Я, сука, я такой злой вообще. Мы уже поймали интернет гонконгский. Нам, это жесть какая-то. Я очень хотел попасть в Гонконг. Сейчас будем решать что-то. Эмоции пройдут эти дикие. Я просто хочу нецензурно выражаться. Честное слово. Нам пришлось вернуться обратно в Гуанчжоу, на вокзал, где нам помог, очень сильно помог, нас накормил и купил нам билет и потратил такую кучу денег. Он представился нам как буржуй и все, что и Люки, что и мне. Вот он привез нас обратно и купил нам билет до Нанина. Мы поедем опять на скором поезде. Поезд будет идти 4 часа вместо 15 часов. Нам придется ночевать где-то на вокзале. Сейчас мы попробуем пройти в комнату ожидания. Если нас пустят, то будет прям вообще круто. Потому что мы так устали. Просто нервы сегодня у меня так шалили. А, у меня еще забрали. Дезодоранты меня забрали. Еще одно, второе, третье, четвертое. Пять минут до поезда. Открывай сумку, доставай дезодоранты. Это предвещение. Выгнали нас китайские охранники. Сказали, спалите отсюда. Так, нас, короче, отказываются пускать в зал ожидания. Мы где будем спать, Илья? Это что-то вообще не сумасшедшее. Так выгонят? У нас 6 часов утра отправления. Где мы, мать его, должны будем ходить? Вайкинг-тунг. Много горем боли и мишень. Нам с тобой сготовила судьба Никогда не падай духом, зная Зная, что есть верные друзья И когда страданьям нет предела И по мерку солнце при тебе Проспали мы свою станцию И вышли на станцию через минут 10-15 На следующую уже станцию Мы посмотрели по карте и оказывается это самый центр города, в который мы ехали Вот такой вот Нанинг Мало чем отличается от других городов Китая Очень похожий на Гонжоу, но еще больше неряшливей Хотя тоже небоскребы стоят, те же магазинчики, те же велосипеды Очень похожие города в Китае Че Илюха, может еще по велосипеду возьмем и упадем? Теперь ты, не хочешь упасть? На улице пахнет всяким разным Непонятно, то пахнет какой-то выпечкой То пахнет каким-то типа шашлыка То какой-то краской Теперь вон с шампунем тут стригут людей А полная гамма запахов Противоречивых Е-мое, это че? Каракан? пошли жуки пауки у нас и люка противные прикинь это будет у тебя палатки наша поедим не думает стоит 2 юаня я возьму баклажан мясо и рис наверно 2 юан а вот это да так момент истинный узнаешь и сколько это стоит 20 его не чёрт хочу этого богатая непонятно можно каток недоваренную мы тут целюхой сошли сомнению что ты челик который сидит слева похож на джеки чана как вы думаете похож а вот 17 это чё ван что 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 автобус очень комфортный автобус нам дали водичку прям тетенька прошла такая с водичкой и всем раздал мы будем ехать часа три наверно 200 километров до вектора сегодня все решится продолжится ли наше путешествие дальше или мы полетим куда-то обратно адреналин такой да от этого всего еще похлеще всяких автостопов тоже а 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 какие-то штучки нам дали а 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 у нас появился китайский друг из Шанхая у нас конфетками мы едем на басике куда-то далеко и надолго удобно комфортно все клево это мы и а и и и и и и и и уже садимся в такси с нашим китайским товарищем который тоже едет на границу идем границы вьетнама надеюсь что все получится из китая пока еще не выехали сейчас будем проходить эту китайскую штуку нас сейчас выпустят и самый волнительный момент пусть от ли нас дальше во вьетнам помогает все нам человек помог разменять валюту все выходим из китая надеюсь обратно мы не вернемся в него из китая выпустили находимся на литеральной зоне сейчас прям вьетнам чайна пересеки границы ребят это граница между китаем и вьетнамом китай вьетнам и подходим все ребят задерживаем дыхание и будь что будет нас не пустили просто подходим просто посмотрел на нас типа снимите кепку мы сняли шлеп шлеп написался ребята мы его вьетнаме это было очень это изи просто да со второй стороной тебя на у тебя вот как бы гонконг видели гонконг интернет даже поймали офигеть ведь нам вообще все я люблю ведь нам вьетнамцы лучшие так мы значит садимся в такой басик наш друг забил нам место ну кайдем с паспортами все норм едем дальше на таком клевом басе кирюха клево да вообще кайфово просто кайфово едем с кайфом да ты такой такой приказ и весь такой важный случай люка поднялся до просто нет предела радости но все у нас нас увидели уже все кричат все зовут здесь мы денежные мешки для них богат мы придерживаемся нашего друга посадили в автобус нам помогает все наш друг помог нам на регистрации и оплатил нам дорогу до но я надеюсь что нас не выбросит где-нибудь подворотнее но они мелкие если что мы раскидаем да ты не писаешь какие они выносливые были в корее один вот такой вот работал активнее чем трое русских мужиков да они очень молниеносные вот лайк чина пипал drink у нас остановочка походить в туалетике там сходить и угостил нас кукурузы обожаю кукурузу она здесь по 25 рублей когда вкусно ребята а так смотрите что нам тут положили бог я уже немного поел значит свининка курочка тофу с овощами бульон овощной вот сами овощи капуста рис вот это приправа очень острая штука какие-то овощи непонятно но в общем она очень острая и здесь плавают оливки маслины что такое курс довольно таки специфически даю мои рецепторы пока не воспринимают очень походу тебе будет нравится вьетнамская кухня но не нравится питать мы опять у людей вызываем большой ажиотаж на нас смотрят у меня рано на ноге девчонка местная заметила спрашивать что это такое я показал что я типа ну велосипеда решил полежать вот она пошла кому-то там рассказала все таки о продолжаем наш путь водитель едет очень неприятно он пытается обгоняет на поворотах причем даже въезжать в слепую зону там не видно поворот он две фуры сразу обгоняет но тут с люхой сидим сидеем вот этого до ханоя нам ехать еще примерно 90 километров это час полтора все прощаемся с нашим другом выходит он съемки пара и все давай вот так вот наконец вышли мы из автобуса тут сразу же на нас налетели греббайк чтобы типа такси на байках чтобы нас куда-то довезти пытаются на раз собрать деньги мы ничего не понимаем мы не успели даже подышать воздухом посидеть передохнуть дороге пираж он бич из рашен гетто нищеброды я мотобайк но 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 по-другому диме ахи на ахи на всем но мы бену 250 рублей просто все на нас липнут все у ю ю ю мы вообще далеко от нашего места расположения на километров 15 у нас всего 500 тысяч донгов хотят за 300 тысяч нас хотят завести до 300 тысяч это 750 рублей 10 15 километров это капец как дорого мы такие но но они все скидывают скидывают короче понятно что они пытаются на нас это да бабло на сделать мы сейчас хотим выйти куда и просто в кафе где нет людей где нам под ухо не орут на улицах очень грязно везде окурки семки мусор везде везде сидят вот такие пацанчики 200 тысяч 540 рублей 200 чё давай до сотки его скинем 132 а есть 130 сюда вот я уже прыгать ими ай 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 в китае такого не было здесь же чувствуется как хотят каждый тебя развести да не она знающий наверное нормально да мы просто не знаем сколько нормально сколько много и сколько мало не знаю вот так вот ворвались центр нас куда-то отбросили на в автобусе непонятно куда едем непонятно вообще понимают нас или нет они говорят на полу вьетнамском полу в английском синий черта не понятно у меня уже вальщик Эй-о!